И снова привет, вы на бойцовском канале в Ударе. Перед началом просмотра, друзья, как всегда, поддержите наш канал подпиской. Осталось менее 100 человек, до 5000 подписчиков. Это большая цифра, всем спасибо за подписку и за палец вверх, ну а мы начинаем. Дмитрий Бивол заявил о том, что в его контракте с RCC был прописан титульный бой с Артуром Беттербиевым. Действительно, когда мы подписывали контракт с RCC, одно из наших желаний – это поединок. Одно из наших желаний – этот поединок, бой с Артуром Беттербиевым. Это было прописано в контракте. Надо уточнить, действителен ли он. В нем было сказано, что мы подеремся за пояса. Можем ли мы подраться будущим летом? Очень даже возможно. Но не надо забегать вперед, потому что мне еще боксировать 23 декабря с Линдоном Артуром, а Беттербиеву надо победить Колумба Смита. Сказал Дмитрий Бивол. Также Бивол признался, что не обсуждал при встрече с Артуром Беттербиевым бой за звание абсолютного чемпиона мира. Диалога не было, говорит Дмитрий. Бывший чемпион в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимати Брэдли, раскрыл детали спарринга Дмитрия Бивола и американца Дэббэда Бенавидеса. «Я был бы не против увидеть, как Бенавидес поднимется в полутяжелый вес и встретится с Биволом, еще одним опасным парнем. Спарринг это спарринги, я слышал об этом. Хотите верьте, хотите нет, но я слышал, что Бенавидес потряс Бивола в их спарринге. Но это всего лишь тренировки. Порой у вас бывает плохой день», — сказал Брэдли. Сам же Дмитрий Бивол в эксклюзивном интервью заявил, что его команда никогда не вела переговоров с представителями Дэббэда Бенавидеса. Никогда и никаких переговоров с ними не было. Во-первых, они выступают на Premier Boxing Champions. Этот промоушен всегда был какой-то своей лигой. Если боксируешь на Premier Boxing Champions, что-то придумать сложнее, чем с другими. Во-вторых, он не был целью, с кем нужно боксировать, потому что он из второго среднего веса. «У него был титул WBC, но не было большого громкого имени. Сейчас он становится известным и узнаваемым бойцом. У нашей команды всегда было желание боксировать за титулы. Даже Сауль Альварес — забытая история. Он по своей дороге идёт. В полутяжёлом весе нужно боксировать за титулы, и всё», — сказал Бивол. Также Дмитрий Бивол объяснил, почему же в проекте Сауль Альварес не хотят проводить с ним реванш. «Не могу сказать, что они прямо не хотят драться со мной. Хотят, хотят драться, но также хотят определённых условий. Каждый хочет взять по максимуму в своём деле. Каждый хочет взять по максимуму в своём деле. Если боксёр выходит в ринг, он хочет заработать по максимуму и не хочет рисковать лишний раз. Не так много боксёров, готовых рисковать ни за что. В плане моей карьеры я не могу сказать, что есть некие топовые боксёры, которые прям хотят со мной драться. Нет таких организаторов, которые могли бы удовлетворить условия боксёров. Честно, не знаю, хотел ли вообще Альварес реванша со мной. Думаю, что боксёрское эго настоящего чемпиона действительно толкало его в сторону реванша. Лично он, возможно, его хочет. Но сам проект Канелло, его команда, возможно, не видит реальных причин, чтобы драться ещё раз. Они нашли другие пути развития, и это абсолютно нормально. Сказал Бивол. Вот такие вот новости на сегодня, друзья. Пишите в комменты, что вы обо всём этом думаете. Ну а с вами, как всегда, был канал ВУДАРе. Подписывайтесь и ставьте пальцы вверх.